МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АРОДИВ ПЯТЁРКА! Ну, наконец-то дождались. Лучше всего исполнять обещания. Я исполняю сегодня свои обещания. Несколько игр подряд, по-моему, с самого лета еще, мы отбирали самых лучших, самых ярких, самых умных, самых сообразительных, в общем, самых-самых-самых. Искали звездочек среди тех команд, которые играли в нашу уникальную телевикторину для школьников, в нашу говельскую эрудит-пятерку. И вот первая предфинальная игра, то есть, по сути, второй отбор из звезд мы делаем суперзвезд. Итак, внимание, сегодня у нас играют слева от меня вот некоторые в фирменных бордовых галстуках 51-й гимназии. Это команда Ильи Мазура. АПЛОДИСМЕНТЫ И справа вот некоторые в зеленых фирменных галстуках Ириинской гимназии. Их победа совсем свежа. Это команда Лизы Петрушенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, дорогие мои, любимые, красивые, умные. Сегодня у нас должна быть равная игра, потому что игроки равные по силе. Блистали, я не боюсь этого слова, блистали в своих играх, были украшением своих команд. Ну, а теперь пора показать суперигру. Итак, внимание, наша самая первая блеф-игра, наша замечательная Донетка. Илья, я думаю, вы успели познакомиться со своей командой. Кто готов говорить ведущему да или нет? Готов у нас Арсений. Арсений, хорошо, готовьтесь, Арсений. Лиза, есть у вас Донетчик? Донетчик есть, это Михаил. Итак, Арсений против Михаила вперед! В прошлой игре наш Миша Мажуга из Иринской гимназии не дал сопернице ни единого шанса, выиграл все пять кнопок на блеф-игре. Правда, два раза не сумел правильно ответить, но это уже издержки. Играем. Итак, блеф-игра. Верите ли вы, что по легенде Киев основали три брата и сестра? Арсений? Да, верю. Три брата и сестра Кий, Хорев, Щек и сестра их улыбить. И Арсений принес первые пять очков в копилку команды Ильи Мазура. Отлично! Верите ли вы, что лиственница сбрасывает хвою на зиму? Арсений? Нет. Да, лиственница, хотя она и хвойная, тем не менее хвою свою на зиму сбрасывает. Не получилось. Миша, я вас не узнаю, играю. Верите ли вы, что основной автобус городского транспорта в Гомеле это Маз? Да. Зелененькие такие, красивые, это Мазы, наш Минский автозавод. Михаил? Верите ли вы, что ацтеки тоже строили пирамиды? Фальстарт у Арсения, у Миши появился шанс. Миша? Нет, не верю. Не верите? А зря роскошнейшие огромные пирамиды даже мощнее, чем пирамида Хеопса. Был такой факт в истории и остаются они до сих пор затерянные где-то в лесах полуострова Юкатан. Играем. Верите ли вы, что Ротвейлер входит в топ-10 самых опасных собак? Миша? Нет, не верю. Вот встретите вы Ротвейлера, Миша, если вы от него не успеете убежать, вы ему не расскажете, что... Не-не-не-не-не, ты же не опасная собачка, ты хорошая собачка. Как цапнет Ротвейлер, на самом деле, входит в десятку самых мощных, самых сильных, самых опасных собак. 10-0 команда Ильи Мазура повела. Следующий бой. Дуэль игра. Дуэль игра. 5 тем, 5 очных поединков, 5 боев, 5 столкновений самолюбий, знаний, характеров. Посмотрим. Но прежде чем, собственно, играть, нужно узнать темы. И целых 5 секунд я даю, чтобы вы могли решить, кто какую тему на себя готов взять. Итак, внимание. Первый бой знают все. Простые вопросы. Второй бой. Сказочные герои. От детства еще недалеко ушли. Третий бой. Города и страны. Для географов. Четвертый бой. Все живое. И пятый бой. Великие. Подчеркиваю, великие ученые. 5 секунд. Время и стекло. Весело-весело обсуждают Влад и Миша, кто из них лучше знает великих ученых. Лиза им расскажет, кто лучше знает. Итак, внимание. Начнем. Первый бой. Знают все. Илья, кто знает все? Знают все. Арсений. То есть это второй его и последний выход. Прекрасно. Лиза Петрушенко. От нашей команды, на знают все, пойдет Дмитрий. Хорошо. Итак, Арсений против Дмитрия. Вперед. Начнем. Витерские телевизоры, как известно, называются «Витязь». А Минские? Прошу. Минск. Минск. Нет, Минск. Это такой. Мотоцикл такой был. Итак, Минские телевизоры называются. Не знаю. Да, вот там с трибуны показывают. Вот. Горизонт. Горизонт. Вот всякие Самсунги и хитачи, вы знаете. А вот как свой родной Горизонт, так вы уже сразу и подвисли. Играем. В этом городе башни средневековой крепости украшены рубиновыми звездами. В ноль выжил Дмитрий. Город. Брест. Брест. Понятно. Арсений. Витебск. Витебск. Где же вы там видели рубиновые звезды? А вот выйдите на Красную площадь в Москве. Посмотрите на Кремль. Именно над ним горят рубиновые звезды. Вот Илья Мазур, капитан, показывает кулак Арсению. Будет телесное наказание, когда вернется в команду. Играем. Три березки и вечный огонь в этом мемориале войны. Арсений, тишина. Красный берег. Красный берег. Понятно, есть такой мемориал, но там нет ни трех березок, ни огня. Дима, может, вы знаете? Зал. Хатынь, конечно же, Хатынь. Если не были, обязательно посетите. Будет такой, мало то, что познавательный тур, но еще и упражнение на милосердие души. Играем. Один из символов Белоруссии березовый сок, а один из символов Канады какой сок? Прошу. Если есть кленовый. Кленовый. То есть кленовый лист на флаге и кленовый сок. Да. Блинчики с кленовым сиропом. Вы совершенно правы, Арсений. Плюс пять очков. И заканчиваем. А этот зверь улетел со стадиона во время закрытия Московской Олимпиады. Арсений. Медведь. Мишка Олимпийский, да, браво, 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 Арсений. 20-0. Лихое начало. Лихое в смысле, лихо играет Арсений, но вот лихое начало, лихо настало для команды Лизы. Ну что ж, следующий бой. Сказочные герои. Илья, кто сказочно сумеет отыграть эту тему? Сказочно отыграет Настя. Настя Садовская. Великолепно. Лиза, а у вас есть сказочник? В нашей команде в сказках разбирается Михаил. Миша. Итак, значит, Настя против Миши. Вперед! Миша! Настя проверила кнопку. Профессионально. Играем. Он придумал русалочку, оловянного солдатика и снежную королеву. Это Андерсон. Ханс Кристиана Андерсон. Отлично. Играем. Этот персонаж Носова антипод Незнайки. Знайка. Знайка, конечно же. Миша, я вас не узнаю, что с вами? Он отправился в путешествие с дикими гусями по родной стране. Мальчика звали. Мальчика звали. Нильс. Путешествовал с дикими гусями. Ах, как набекайся, белый отстает. Браво, Настя! У нее, согласно русским сказкам, нос в потолок врус. Настя. Баба-Яга. С ума сойти, что делает человек. Итак, новая Алина Трубчик у нас появилась, которая берет 5 из 5 на теме. Итак, внимание. Этот герой доводил до слез своих врагов не только из-за своих растительных свойств. Фальстарт Миша. Электронный судья сработал, застонал кто-то в зале. И у Насти шанс. Чиполина. Чиполина 5 из 5 великолепно. 25 очков приносит своей команде Настя Садовская. Ну, 20 плюс 25. Даже я с моим незаконченным средним образованием могу посчитать, что 45-0. Лиза, ребята, надо что-то делать. Играем в следующий бой. Города и страны, путешественник, кто у нас? Думаю, пришла моя очередь. Хорошо. Лизавета. Я попытаюсь исправить положение нашей команды. Великолепно. Капитанский бой, вперед! Лиза, удачи. Спасибо. Города и страны. Самый древний город Белоруссии – это он. Паск. Это правильный ответ. Этот город называют второй столицей России. Фальстарт у вас, Илья. Лиза. Санкт-Петербург. Великолепно, да, вторая столица. И первые 5 очков Елизавета приносит своей команде. Играем. А вот финансовой столицей США считается именно этот город. Нью-Йорк. Нью-Йорк, 5-е веню. Yes, yes. Of course. А внутри этого европейского города целое независимое государство. Правда, небольшое. Хорошо. Рим. Внутри его Ватикан. Вы правы, Илья. Отлично. И заканчиваем. В этом городе расположены Исламский университет и Египетский музей. Наверное, Каир. Столица Египта. Город Тыщи. Одной ночи. Каир. Отлично. Итак, 65-5. Следующий бой. Еще ничего не потеряно. Играем. Все живое. Тема. Вот такое у меня ощущение, что как-то выйдет кто-нибудь такой, типа Ильи или Арсений. Ничего живого у соперника не останется. Кого вы пускаете на все живое? У нас попытает свое счастье Таисия. Хорошо, Таисия, готовьтесь. А Елизавета, у вас? В живом у нас разбирается Владислав. Итак, Таисия против Владислава. Вперед. Начнем. Ее первой пускают в новый дом. Владислав? Кошка. Кошка, отлично. А его по праву можно назвать инженером-гидростроителем. Бобер? Ну, правильно по-русски бобр. Но я принимаю ваш ответ. Да, Таисия, отлично. Одно из народных названий этого цветка – звонец. Таисия? Колокольчик. Колокольчик, великолепно. АПЛОДИСМЕНТЫ Живым серебром в старину называли этот металл. Живое серебро. Ртуть. Ртуть, да. АПЛОДИСМЕНТЫ И заканчиваем. У черепахи под панцирем голова, ноги и хвост. А у нее только голова и нога. АПЛОДИСМЕНТЫ УЛИТКА БЛЕСТЯЩИЙ АПЛОДИСМЕНТЫ БЛЕСТЯЩИЙ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, в самом деле, Таисия не оставила живого места на своем сопернике. 85-10. Команда Ильи Мазура лидирует. Следующий бой. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ И так, великие ученые. О, что сейчас будет. У команды Ильи Мазура осталась знаменитая Настя Костерева, которая не отпускала никогда живым своего врага. Ну, а у Лизы остался единственный мужик в этой команде. Это Даниил. Итак, Настя против Даниила. Вперед! Итак, великие ученые, поехали. Опыты Менделя с этим растением положили начало генетике. Ну-ка. Не. Неа. Еще не учили. Даниил, растения. Мендель. Тоже не учили. С горохом он проводил опыты. Классические менделевские опыты с горохом играют. Он помог царю Гейрону в Сиракузах выяснить, сколько желота в его короне. Фальстарт у Насти. Прошу. Великий ученый такой. Основал гидростатику. Эврика! Аристотель. Аристотель, понятно. Что ответила бы Настя, если бы не дала фальстарт? Архимед. Архимед, конечно. Архимед. Эврика кричал. Тело погруженное в жидкость. Ну, узнаете дальше. Играем. В 1896 году не было газеты, которая не напечатала бы снимок кисти руки, принадлежащей жене этого немецкого профессора. Рентген. И это правильный ответ. Вильям Ренген напечатал снимок руки своей жены, сделанный в рентгеновских лучах. С обручальным кольцом, конечно. Вот был такой факт. Играем. Абу Али Хусайн, автор трудов о сердечных средствах, о гигиене, правила использования лекарства, о сохранении здоровья. А мы его знаем. Каково? А? Авиценна. Блестящий ответ! Браво! Браво! Потому что Абу Али Хусайн, или еще Ибн Сина его называли, Авиценна в Европе великолепно играет Даниил. Тем более против такого грозного соперника. И заканчиваем. Его называли первым физиологом мира, но собаки его не любили. Да. Павлов. Павлов, да, собаки Павлова. Настя не упустила своего шанса. 90. Илья Мазур. 20. Елизавета Петрушенко. Играем. Тест игра, уважаемые наши эрудит-пятерочники. Львы. Как львы сейчас будете бросаться друг на друга. В нашем централизованном скоростном, суперскоростном тестировании Илья не может никак найти состав. Кого вы пускаете на площадку в столь решающий момент, Илья? Пойду я. Хорошо. Что же делать? Великолепно. Лиза, вы? От нашей команды пойдет Владислав. Итак, Илья против Владислава. Вперед. Итак, начнем. А, Б, С. Альфа, созвездие Льва. Это А, Альтаир. Б, Регул. Ц, Сириус. Ну. Допустим, это Сириус. Это Сириус. Это Большой Пес. Тихо, тихо, тихо. Я знаю, Настя, что вы знаете. Я Арсений. Большой Пес. Владислав. А или Б? Б. Б. Регул Альфа. Льва. Плюс пять очков на подборе. Лев. Лев. Это валюта. А. Албании. Б. Болгарии. Ц. Непала. Прошу. Б. Великолепно. Болгарии даем. Львом рыкающим. Иносказательно в писаниях христиан называли. А. Сына человеческого. Б. Гнев человеческий. Ц. Врага рода человеческого. Фальстарт у вас, Владислав. У Ильи шанс. Я думаю, это Б. Гнев человеческий. Ценец сатануток. Дьяволы называли. А. Килев. Рыкающий. Враг рода человеческого. Никто не заработал причитающиеся ему очки. Ну что ж, бывает и так. Играем. Семейство львов называют. А. Стаей. Б. Прайдом. И. Ц. Сервалом. Отлично. Б. Львиная семья. Это прайд. Плюс 10 очков. Отлично. Ну и заканчиваем. Севастопольские рассказы написал. А. Лев Толстой. Б. Лев Касиль. И. Ц. Лев Троцкий. Отлично. Выжимает кнопку Владислав. А. Лев Толстой вы считаете. А еще он потом написал войну и мир. Анну Карину. Севастопольские рассказы. Это о войне крымской. В которой он принимал участие лично. А не где-то сидел перед компьютером и блог вел. Итак. Великолепно. По-моему сейчас в студии должна просто взорваться аппоисментами Владиславу. Человек сделал очень много для команды. 90-55. Великолепная игра. Следующий бой. Простая азбука. Слайд игра. Ну вот. Мы решили. Игроки непростые. Игроки уже показали себя в наших боях. И просто начать с буквы А. Ну как-то все слова уже, по-моему, переиграли на букву А и на букву Б. Наша азбука будет начинаться с буквы К. Итак. Внимание. Илья Мазур. Капитан команды, которая слева от меня. Команды красных, условно говоря. Итак. Пойдет Настя. Итак. Пойдет Настя. Великолепно. У Лизы. У нас пойдет Даниил. Итак. Итак. Настя против Даниила. Вперед. Итак. Настя Садовская из 51-й гимназии. И Данил Яркин из 27-й школы. Прекрасно. Ну что, начинаем мы с выигрывающей пока страны Анастасия. Я касаюсь волшебной плачкинши волшебного экрана. На ней появляется волшебная картинка на букву К. Три, две, одна. Киев. Киев? На всякий случай, да? Ну, смотрите. Вот Киев, это Хорев, это Щек, а это сестра их Лыбедь. Это Киев. Блестящий ответ. Плюс 15. АПЛОДИСМЕНТЫ Данил. Лиственница. Лиственница, конечно, в лист 15. Настя, прошу вас. МАЗ. МАЗ. Вот и такие междугородные, роскошные автобусы выпускают в Минске автомобильный завод. Данил. Ниндзя. Ниндзя. Это правильный ответ, да? Воин Синоби. Прошу вас. Настя. Оригами. Оригами, японское искусство. Что же скучно, Настя? Вы слышали, простой или не вопрос? Данил. Так. Пирамида. Вот это та самая ацтекская пирамида, существование которой Миша не верил. Миша, смотрите, вот ацтекская пирамида. Теперь вы это знаете. Великолепно. Играем с Настей. Ротвейлер. Миша, вот он какой. Прошу вас. Сирена. Великолепно. Да у нас русалки, а у них сирены. Прекрасно. Настя. Тишина. Тишина. Три, две, одна. Данил. Тупик. Отлично. Десять на подборе. Вот так выглядит, ну, не совсем правильно оборудованное, но тем не менее железнодорожный тупик. Там еще должен быть отбойник. Прошу. Университет. Это Гомельский государственный имени Скорыны университет. Итак, разыгралась команда Лизы Петрушенко и 150-140 перед нашей риск-игрой. Итак, 150-140 и риск-игра. Секретное оружие команды Ильи Мазура. Самый мощный игрок. Кого отправляете в бой? Мы отправляем Настю. Настя Костерева, 6 класс, 51-я гимназия. Кого отправляет на эту дуэль Лиза? Я буду рисковать. Браво. Настя против Лизы, вперед. Лиза, 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 Настя. Ну что ж, уважаемые игроки, начнем. Риск-игра повторяет темы игры дуэльной. Начнем. Знают все. Именно на этом канале выходит наша эрудит пятерка. Лиза? Беларусь 4. Беларусь 4. Да, плюс 20 очков. И команда Лизы уже впереди. 150-160. Великолепно. Сказочные герои. Студия Мельница начала серию мультиков про богатырей с него. Илья Муромец. Минус 20 очков. Извините, Настя. Первый мультик был. Тишина. Будете играть? Нет? Нет. Нет. Настя, вы же помните. Алеша Попович и Тугарин Змей. Это был первый мультик серии Мельница. Играем. Городные страны. Эту европейскую столицу славяне звали Стекольней. Посозвучу и, наверное. Стокгольм. Стокгольм. Стекольня так переделали. Браво, Лиза. Настя, держись. Спокойно. Держи. Удар. Счет 130-180. Все еще поправимо. Играем. Все живое. Эти нелетающие, но ныряющие птицы живут в Антарктиде. Фальстарт. Роковой фальстарт у Насти. Лиза. Будете отвечать? Не будете. Вы не знаете, какие пингвины, Настя. Ну, я понимаю вас. Спокойно, спокойно, спокойно. И последний вопрос. Великие ученые. Об этом ученом, его хождениях, разговорных и вокальных способностях мы знаем с детства. Что за великий ученый? Хождение. Говорит. Поет. С детства знаем. Великий ученый. Идет направо, песнь заводит. Налево сказку говорит. Там чудеса. Чудеса случились у нас. Команда выиграла 90-20. И капитан команды, Лиза Петрушенко, вышла. Ну, и ее друзья намастили фундамент. А капитан вышла и поставила победную точку. Блестящая игра. Беликолепно. Спасибо. Чудеса случаются. И вот такая волевая блестящая победа. Да, наша игра это не только дипломы, только сувениры от телерадиокомпании Гомель. Это не только радость, не только счастье, победы, но это и вот... Да, ну, человеку не так много лет, поймите его. Настя, мы еще будем играть с вами, мы еще из вас сделаем суперзвезду. Новые звезды засияли на нашем небосклоне. Кто-то из них попадет в финал года на нашу новогоднюю игру. Ну, а кто-то будет плакать в уголке. Ну, и я поплачу вместе с ним. Но, тем не менее, наша эрудит пятерка дает все. Дает счастье, победы, дает суперэмоции. И самое главное, дает знания. Не забудьте. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин